Шел 1976 год. В Киеве больших и малых совковых офисов случалось разное. У нас в ЦСУ, во-первых, зам. Министра занялся миньетом со своим референтом, очаровательной девушкой, отчего лифт застрял на седьмом этаже, и из-за этого произошло две громких отставки. Скандальный зам. Министр оказался евреем с западных украинских земель, и когда его начали валить, сдал самого министра статистики Украины, который оказался фашистским пособником, и содействовал массовым расстрелам еврейского населения на Волыне. Я до сих пор не понимаю, что так крепко переплело судьбы этих двух кармически непохожих людей. Ну, служебный миньет, куда ни шло. Сам президент США Клинтон в последующем играл на кларнете с Моникой Левински. Впрочем, это ей пошло с годами на пользу. Она переехала жить в Лондон и занялась модистикой. Ее женские сумочки-сундучки шли от полутора тысяч фунтов, а с учетом отсуженной учиты Клинтона в движимости и недвижимости, ее миньет оказался самым дорогим миньетом двадцатого века. Вот так мы и начали с вами с как бы музыкальной цифры один. С первой же нотной фразы первого нотного листа. Я же в прикладной совковой статистике работал до цифры пять. С первого по пятый этаж здания Центрального статистического управления Украины располагался республиканский вычислительный центр, в котором всячески колодрыжили любую допустимую в государстве цифирь. И экономическую, и рецептурную, по хлебу, и технологическую, и впервые в то время заведенную в совке социологическую. А я после армии стал в плановом отделе диспетчером по подготовке данных на всех возможных носителях для всех видов и подвидов статистики. Приходилось и мотаться по городу, по счетным просторам Главснаба, Минэнерго, Горстата и Министерства мясомолочной промышленности, поскольку все эти перечисленные ВЦ располагали огромными коллективами перфораторщицы на перфоленты и перфокарты. Обычно подготовка данных шла на огромном спектре машин от телеграфных аппаратов 102 и старинных табуляторов на перфокартах еще на 45, а не 80 колонок доработронов. Вся эта цифровая исходная кухня варилась сотнями тысяч, да что там миллионами символов, в одном только Киеве. А за выработку платили гроши, и я эти выработки день за днем скрупулезно учитывал. Столько-то символов, столько-то перфокарт, столько-то обоим кассет перфолент. Одна кассетная обойма — это 60 тысяч символов. А еще были суммировщицы И, которые ежедневно тоннами просчитывали огромные сводки на счетно-клавишных аппаратах, при этом с различных документов на сверку, для чего порой применялись огромные металлические линейки, под которые подкладывались в стык самые разноразмерные документы. И проводить такие сводки с подгибкой считалось высшим пилотажем. С ним могли справляться только самые изнурительно умудренные труженицы Маши на счетного дела. Кстати, из них же выходили самые отчаянные путаны. Так что на Реце и Пшене таких центров их ждали всяческие социалистические югославы, немцы, чехи, сомалийцы и лучезарные занзибарцы. Допустить мысль о том, что все эти леди, дамы и девушки имеют хоть какое-то отношение к комсомолу, было кощунством. И знаете, почему? Если вы часто заходите сейчас в ваш городской Макдоналдс, то непременно обратили внимание на рост этих, гном за гномом. Удивительное свойство клерков Макдональда состоит в том, что их нельзя спутать ни с кем и на их физиологических параметров, в росте, весе, внешней неброскости, не переходящей при этом в явную непривлекательность. Вот так и девушки подготовки данных. В них было нечто общее. Навсегда запомнилась одна маленькая, но очень характерная деталь, практически у любой из них указательный и средний палец, обычно строго стояли в разброс, словно в победной букве Ви. Но цена этой первой победы – непрерывная бабья печалька. Пальца ныли непрестанно. Но кушать хотелось, и женщинки шли работать. Впрочем, остановись я на этом, и зарисовка готова. Можно сдавать преподавателю сюжетности. Молодца. Ан, нет.